Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Христос посреди нас! Сегодня 21 ноября, по новому стилю, четверг. Православная Церковь в этот день совершает память Собор Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплодных. Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Силофиила, Игудила, Варахиила и Еремиила. Небесных воинств Архистратизе, молим вас пресно, мы недостойнее. Да вашими молитвами оградите нас, кровом крил невещественной вашей славы, Сохраняющие ны припадающие, прилежно и вопиющие. От бед избавите ны, як учиноначальницы вышних сил. Первый день поста вот такое вот, да, вот нам видится, от Господа подается с этим зверем, и как Архангел Михаил протыкает. И именно вчера, в прощенное воскресенье, мне Господь открыл, что я всегда знал Архангела Михаила. Духа его всегда знал. Именно тот, которого я жаждать начал изначала, был Дух Ильи, Пророка, и еще один Дух. Я его не знал, что он Архангелу Михаилу принадлежит. Я его могу, я о нем могу всю жизнь рассказывать. Я его так близко знаю. И я так жаждал его, и мне Господь говорил, что Он даст мне его. Поэтому я удивлялся, когда я говорил, Господи, Ты мне подаешь такую жажду любви Тебя, и мне страшно становится, потому что я любить Тебя жажду больше всех на свете. Больше всех на свете, не имея в виду Пречистую Богородицу. Но больше никого. И мне так страшно становилось от такой молитвы. И я говорил, Господи, прости меня, если это дерзость такая. Но я не могу с собой ничего поделать. У меня сердце жаждет этого. И вот сейчас Господь соединяет, как Архангел Михаил в сердце, или Пророк придет. То есть в мое сердце. И вот это то, что Он мне всегда давал знать, кто Он. Теперь только я знаю, Архистратий же великий, слава Тебе. Как мое сердце Его любит. Это нераздельно. Я не могу объяснить, как я люблю Архангела Михаила. Это как это... Как Он дорог для меня. Кто Он для меня. Которому я всегда готов. Как образ подражания в Нем видеть. Желать подражать, как Он любит Бога. Как Он ревнует по Богу. Как Он храбр. Он великий воин. Единственное, что я могу сказать, а в двух словах, о духе Архангела Михаила, о самой сути Его сердца, Его дивного, духовного, это то, а в двух словах, Господи, благослови. Это сила, мощи. Он сильный в Духе Святом. Настолько мощный. Я не могу объяснить это как. И Он живой. И Он так любит. Он пылает. Он горит. Он всегда жизнерадостный. Он всегда пламенеющий. И всегда готов кинуться везде, чтобы защитить Господа Иисуса Христа. Ему за честь, как бы сказать, быть здесь на последнее время. И это время приближается. Сия Пасха будет победная. Господь нас вводит в этот пост, дорогие мои друзья, с благословенного воскресения, прощенного, в котором соединилось Сретение, прощенное воскресение, и сама Малая Пасха, как прообраз Святой Троицы. Благодарю вас всех из Царской Империи, что вы служили вместе со мною в защите Святой Троицы. Всех духовно обнимаю, но говорю вам, наше время еще только подходит, начинается только. Мы еще с вами потрудимся с великой радостью в сердце, с огнем благодати. Ибо если Бог соединяет в Илье сердце и Архангела Михаила, конечно же, Антихрист будет бояться не самого человека, меня, а то, что внутри будет меня, и то, что периодически Господь уже подает. Если Господь захотел мне только вчера в прощенное воскресенье открыть, что же я так жаждал сильно такого Духа, который такой, такую любовь сильную имеет, Он так жаждет любить, Он такой сильный в Духе Святом. Я только мог сказать, Господи, как я жажду этого. И Господь мне сотни раз говорил, я тебе дам его. А потом, когда Господь удалялся, приходила великая желчь. Нужно было пройти все муки ада, ибо если здесь тартер не переживешь, леденящий, гиенский огонь, червя неусыпающего, если мы здесь это не переживем, мы будем в прелести, и в ад навечно люди уйдут. Посему обязаны люди здесь прожить, ибо говорят, мы же грешные, грешные, конечно грешные, так и в правде ты грешный, так и переживи так, а не так, что я грешный, а сам там пни его разок, и он тебе голову разобьет камнем, да, в ответ, в злобе такой, в спыльчивости, в раздражении. Слава Богу, что Господь мне подал каждого из вас, я так дорожу вами, вы для меня все, я не могу вас от Бога отделить, понимаете, это одно целое, поэтому можно долго об этом говорить. Благодарю вас, друзья, что вы трудились, этот первый бой, он такой был трудный, потому что мало благодати, еще огня, мало благодати в мире, понимаете. Ну, вы где-то заставляли себя умом, смущаясь сердцем, воручи не твердым духом, не испытанный, все равно понимали умом, что это правда Христова и заставляли себя и шли. Я за это вас всех благодарю, что вы трудились, и вам было тяжко, потому что я знаю, соединяться со мною, значит, вас возненавидят все. Вот что это значит. Потому что я так всю жизнь живу, я говорю о Духе Святом, и меня вокруг ненавидит все, что вокруг есть. Или что только немногие, наоборот, пытаются ближе примкнуть и становимся такими друзьями, которые разорвать невозможно. Это просто предать, это значит предать любовь. Каждого нас с вами это соединяет. Поэтому они говорят, враги не знают, они говорят, ой, да с ними разговаривают бесполезно. Конечно, бесполезно, мы все как один. Господь мне сказал, что он будет всех хоронить из царской империи. Все, кто сюда захочет, открыты двери. Ибо верен Бог, который сказал, что придет время, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И вот Господь верен своему слову и открывает корабль, двери корабля. Не важно, кто там принимает, не принимает. Поместный собор произошел, он единственный, не участвующий в иудейской власти, не регистрировавшийся. Церковь одна такая во всем мире. И не важно, принимаешь ты ее или не принимаешь, она есть, она есть, как факт, отрицать ее не можешь. Конечно же, есть. Вот это и будет вам обличением. Как же так, без Бога такое могло произойти, если ты же сам хульник, веруешь, говоришь, что Бог все держит, и он все держит. Без воли его ничего не происходит, или его попущение. А где же здесь попущение, безумец, если ты сам исповедуешь, что все заполонила иудейская власть, которая убила Сына Божия. А тут появляется поместная церковь, которую Бог сохранил. Но если ты не веруешь, но она сохранилась как-то, тогда как она сохранилась? Что, дьявол сохранил тех людей, которые не причастны к нему? Как бы вы потом не говорили, когда у вас глаза откроются, все вам будет в осуждение. Ну, а вы, дети Божьи, возрадуйтесь, ибо я знаю того, который открывает мне. Бог, который на горе Моисею сказал, никакое другое имя, а именно Сы, Сущий. Господи, как дивно, что ты именно это и сказал. Да, он живой, он живой Господь, понимаете? Он имеет в себе безстрастно, это объяснить нельзя, да, то есть, вот, безстрастно, но он может, да, как вот пишут многие пророки, и прогнееваться, да, вот, и радоваться. Господь наш Иисус Христос заплакал, когда Лазарь, о Лазаре плакали, да, какой дивный наш Господь, он живой, понимаете? Вот, и слава Богу, он сущий, сый, живой, святая Троица, Бог наш, и вы возрадуетесь, дети Божьи, что вы защищали Бога нашего. Слава Богу за ваше стояние, сколько Господь поможет с родником вашим, если бы вы знали. Жизнь другая будет, она будет просветляться, и вот, как я говорил уже, что огня мало, но вы терпели, и сейчас этот огонь будет возгораться все больше и больше. Возблагодарите, Господа, что вы находитесь в царской империи, ибо сам Дух Святый вас будет защищать. Вы станете друзьями Архангела Михаила, Ильи Пророка, Еноха, Патриарха. Это жизнь такая, которая, как написано у Льва Мудрого, как сказка будут, смеяться будут. А потом, как этот смех им обернется на главу? А мы будем великой радости. И корабль наш уверенно идет, и наступает на скорбь и змеи. Нас возненавидели ее действующие. Слава тебе, Господи! Благодарю тебя, Владыка Христе! Не этим ли мы можем доказать делом, как говорится, по делам их узнаете, их чьи они дети? Так разве вы не видите, что и у действующих нас ненавидят, по всем каналам масонским нас пронесли, как самое худшее позорное имя. И это все потом сами же и говорят, что этого и не было. А сколько наговорили всякого зла. Господи помилуй! Слава Богу за все! Это было тяжело вынести каждому из нас. Но мы прошли через вот этот позор, такой тяжелый позор, который не знаю, как еще может сердце выдержать. Только Господь меня защитил, потому что я бы с ума сошел. Такую клевету на меня палить за детей, Господи Боже мой! Но Господь укрепил мое сердце и помог. Я терпел ради Христа любимого, ради Него всегда и терплю. Сейчас Господь Духом Святым много мне открывает. И знаете, братья и сестры мои, если у вас есть желание, я мог бы рассказать вот о той первой части откровения, когда говорится о восхождении Ангела с Востока. Здесь говорится о том, как Господь вводил Илью в мир Духа. В мир Духов, где Дух Божий находится и где находятся и преисподние Духи сатанинские. Чтобы научить вас, подсказать вам истинного православия. И вы будете читать и сверять жития святыми отцами, и вы поймете, что это один Дух. И тогда возрадуетесь и будете знать, может интересно вам, как Господь меня вел. Столько Он чудес творил, но я сокрывал многие чудеса, потому что, чтобы они не хулились, люди не могут сейчас это принять. Но Господь, который любит все человечество, сейчас подает эту любовь. И эта любовь хранит чистоту православия. Благодарю вас, дети Божьи. С Богом. С Богом.